Гарри Каспаров, Анатолий Карпов, Борис Спаский. В мире шахмат равняться есть на кого. В нашем городе немало людей, увлеченных этой полезной для развития личности игрой. Накануне ветераны МИАСКОЙ шахматной федерации посвятили свои победы Дню России, проведя турнир по молниеносным шахматам. Подробности расскажем в сюжете. Те, кто давно увлечен интеллектуальным спортом, приходят в этот клуб часто. На сей раз в преддверии Дня России здесь провели турнир по молниеносным шахматам среди ветеранов. Он проводится в соответствии с правилами ФИДЕ по швейцарской системе в 9 туров. Продолжительность каждой партии 5 минут. Шахматы всегда были оселком умственных развитий человека и способствовали этому. Творческим способностям содействовали развитию усидчивости, памяти. Как личность они дают возможность человеку создавать. Итоговое место каждого участника в турнире определилось в соответствии с числом набранных очков. Первое место среди мужчин в турнире занял Александр Кондин. Серебро у Николая Чурилова, Вячеслав Гуликов на третьем месте. У женщин первое место заняла Лидия Ефремова, у Зои Соколовой второй результат. Сегодня над существованием городского шахматного клуба на базе ГРЦ нависла угроза. Уже на днях может быть не продлен контракт аренды помещения. А это значит, что существовавший с 1986 года клуб останется без места прописки. К этой теме мы еще вернемся в ближайшую пятницу в информационно-развлекательной программе «Проспорт» в 18.30 на телеканале «Перец». Игорь Каблуков, Юрий Карпов, программа «24 мяса».